Казахстан Шахмардан Есена принадлежал родовитой казахской династии, представители которой были широко известны еще дореволюционном Казахстане. Благодаря своим выдающимся способностям, он 34 года стал министром геологии, а 38 – заместителем премьер-министра республики. Тогда, в советское время, это было просто космическим взлетом и даже неслыханным карьерным ростом. Он был прекрасным не только государственным деятелем, не только большим ученым, не только человеком производства, он был прекрасным человеком в общении. Научные изыскания Есенова имели колоссальное прикладное значение и привели к открытию крупнейших месторождений полезных ископаемых в стране. Он не боялся притворять в жизнь самые смелые решения, идущие в разрез с принятыми в его время нормами. Как отмечают современники, именно Есенов отстоял право Казахской ССР самостоятельно разрабатывать месторождения Мангистаусской области. Это позволило сохранить полуостров в составе Казахстана. Но успехи казахстанской науки не остались в прошлом. Сможем ли мы стать конкурентоспособными в эпоху новой экономической реальности? Дело Есенова, его экспедиция длиною в жизнь, продолжается и сегодня. Чтобы поддержать будущих ученых, помочь развитию казахстанской науки и внедрению передовых открытий в производство, в 2013 году в Казахстане был создан научно-образовательный фонд имени академика Шахмардана Есенова. Это человек, который внес очень большой вклад в науку, в геологию и в целом в экономику советского Казахстана. То, что назван именно именем этого человека, оно уже предполагает направленность деятельности. И в этом отношении, естественно, то, что делает фонд, понятно, масштаб фонда сегодня не такой уж и большой, но направление перспектива, я считаю, очень хорошее. Причем эти молодые люди, эти наши казахстанцы, которые обучаются и проходят стажировку после отбора в наших лучших вузах, с этими знаниями этот человек вернется в страну и будет приносить пользу. Фонд начал свою деятельность с определения миссии – развития интеллектуального потенциала Казахстана. Чтобы добиться цели, было решено сконцентрироваться на образовательных программах, способствующих развитию науки и усиливающих интеллектуальный потенциал страны. С учетом деятельности академика Есенова, целевой аудиторией программ фонда стали молодые ученые и студенты, осваивающие естественно-научные и технические специальности. И каждая из программ фонда направлена на выполнение этой задачи. Один из ярких примеров – программа летних стажировок в научных лабораториях США. Каждый, кто связывает свою жизнь с наукой, мечтает побывать на передовой исследовательского мира. Там, где генерируются открытия, в лучших лабораториях мира. Современное оборудование, светило науки, возможность изучать любимое дело. Значение такого опыта сложно переоценить. Но для молодых исследователей это неподъемная задача. Ведь найти средства для подобного путешествия и стажировки практически невозможно. Моя мечта – стать врачом, потому что мне действительно интересна эта профессия. Я люблю ее, мне нравится лечить людей. Но вместе с тем я хочу быть врачом, который занимается также и научными исследованиями. В программе летних стажировок участвуют в основном студенты 2-го и 3-го курсов казахстанских вузов. Какие плюсы дает эта программа? Студент получает незаменимый опыт, Студент получает рекомендационное письмо в конце и студент получает просто, как бы, такой, так скажем, плюс к мотивации и желание в дальнейшем заниматься наукой. Многие кандидаты не проходят строгий отбор. Но те, кто связывает свое будущее с наукой или планирует поступить на программу PHD в зарубежные вузы, кто не боится трудностей, имеют все шансы реализовать свой потенциал. Я очень надеялась, что я пройду, но, если честно, я не была уверена, что у меня будет достаточно шансов, так как все участники, они достаточно квалифицированы, у всех есть большой опыт работы над научными проектами. Я очень рада, что мне достался этот шанс. Я научилась работать над программами и получила опыт именно в сфере, в которой мне интересна эта электроника. В помощь студентам фонд издал рекомендации по поступлению на стажировки и получению степени PHD в зарубежных вузах. За три года реализации программы почти 30 парней и девушек отправились в свои научные экспедиции, узнав на собственном опыте, как это – работать в самых современных лабораториях мира. Стажировки стали стартовой площадкой в большую науку для будущей интеллектуальной элиты страны. Самая первая эмоция – это, конечно же, радость, потому что ты приехал в лабораторию, причем в такую серьезную научную лабораторию, в которой трудится более 600 человек, более 25 профессоров, и у каждого профессора своя команда. И каждый занимается своим научным исследованием. То есть это абсолютное погружение в науку. Самым волнительным было – это ожидание результатов программы. Я была очень рада, что я смогла пройти. И самое, наверное, самое классное было, когда ощутилась в Америке самая первая поездка. И люди другие, и море положительных эмоций. Во-первых, я получил необходимые знания и опыт работы в топовых лабораториях мира с самым современным оборудованием. Также я получил возможность обучаться рядом и работать рядом с самыми лучшими студентами мира. Это развило уверенность в своих силах, так как я был не хуже них. К 2016 году программы фонда имени академика Есенова доказали свою состоятельность. Было решено пойти дальше, выделив средства для поддержки молодых казахстанских специалистов в области информационных технологий. Студенты получили возможность пройти стажировку в инновационных предприятиях Китая и ведущих IT-стартапах Кремниевой долины США. Я очень сильно поддерживаю фонд в том плане, что это частная организация, которая действительно очень мотивированно вкладывает в точечные проекты, и которые дают большой успех. Несмотря на точечность проектов, они дают очень большой вклад в развитие интеллектуальных потенциалов. Фонд помогает будущим ученым, сегодняшним студентам, знакомиться с самыми свежими научными идеями, возникающими в мире. И благодаря программе проездных грантов, учащейся Назарваев университета и Казан Мэу имени Асфин Дьярова, участвовали в научных конференциях в Индии, России, Тунисе и США. Один из студентов, Мухит Кулмагамбетов, по итогам такой поездки стал инициатором создания Казахстанской медицинской молодежной ассоциации, что открыло его коллегам по обучению выход на международный уровень. Другим студентам программа проездных грантов фонда помогла продвинуться в собственных исследованиях. Сегодня трудно представить себе успешного человека, не владеющего английским языком. Это больше, чем мода. Это требование времени. Знания, открывающие новые перспективы и возможность обмена опыта с представителями разных стран. Говоря о владении тремя языками, президент страны подчеркнул, что это ключ к вхождению Казахстана в число развитых стран мира. Я активно занимаюсь дополнительным обучением, и, к сожалению, большинство источников на английском языке. В связи с этим мне приходится читать много литератур на английском, либо смотреть видео, слушать какие-то подкасты. И это не всегда легко, потому что используется активно терминология, например, и какие-то специальные обороты, которым просто не обучали в школе. Переход к триязычию – серьезный вызов для страны. И чтобы помочь студентам и преподавателям освоить английский, в фонде существует программа обучения английскому языку. Она успешно реализуется в Каспийском государственном университете технологий и инженеринга имени Есенова в Актау. Регион выбран не случайно. В прошлом, благодаря продуктивной деятельности академика, область преобразилась. В основном сельскохозяйственный регион стал промышленно развитым центром страны. Студенты и преподаватели постигают нюансы грамматики, лексики и произношения на занятиях с носителем языка – Верноном Лейманом. Это позволяло нам просто забыть о том, что мы сидим в классе и занимаемся обучением, а просто использовать язык. То есть, опять же, мы стираем вот эти вот границы класса, университета. Ты просто приходишь, используешь язык. Я могу общаться с людьми, высказывать свои мысли. Я подбираю слова и не запинаюсь. Программа помогает улучшить знание английского не только студентам, но и преподавателям специальных предметов. Для них повышение уровня владения языком – это общение с иностранными коллегами, посещение тренингов и научных конференций, изучение первоисточников и в перспективе преподавания своего предмета на английском. Работа с иностранцами и работа в международном проекте – это благодаря этим курсам английского языка. Потому что, не изучая, не начав изучать этот английский язык, я бы ни в коем мере не взяла бы на себя ответственность возглавлять этот проект и работать с иностранцами. С 2014 года программа позволила улучшить знания более чем 250 студентам и преподавателям вуза. Большинство учеников этой программы фонда сегодня могут не только отлично выражать свои мысли письменно, но и устно, что раньше было для них серьезной проблемой. Шахматы – бурно развивающаяся дисциплина как в стране, так и во всем мире. Признанная интеллектуальная игра с многовековой историей. Она не только тренирует ум, но и помогает научиться мыслить стратегически. За шахматной доской разворачиваются настоящие битвы, где цена победы, кропотливое изучение теорий, логическое мышление, расчет и умение импровизировать. Все кризисы последние – религиозные, финансовые, политические кризисы – кажется из-за того, что не хватает думающих людей, трезвомыслящих, которые сначала рассчитывают. И чем больше людей на планете будут играть в шахматы, тем больше людей будут заниматься политической, общественной, экономической деятельностью. Фонд активно поддерживает Казахстанскую шахматную федерацию, содействуя развитию интеллектуального потенциала страны. Благодаря поддержке фонда мы провели очень много турниров. В целом, если посчитать 14 турниров республиканского масштаба, где участвовало более 1500 человек, также детей отправляли на чемпионаты мира, чемпионаты Азии, на Всемирную олимпиаду детско-юношескую. Все больше и больше детей увлекаются шахматами, потому что они смотрят на других шахматистов, наших звездочек. Фонд помогает проводить шахматные состязания самого разного масштаба. Одним из грандиозных событий, праздником для всех любителей игры, стали Кубок Евразии президента Казахстана по близ шахматам и Кубок Центральной Азии. Он прошел в Алматы в 2015 году. Смысл этого кубка важен тем, что мы могли играть как шахматисты с профессиональным уровнем подготовки, так же, как и шахматисты любых возрастов, любого уровня. И это, на самом деле, очень важный момент, то, что когда именно проводить турниры такого формата, где могут участвовать все. Отечественные спортсмены показывают хорошие результаты как внутри страны, так и на международной арене. Завоевав впервые Кубок Центральной Азии, команда казахстанских шахматистов стала бронзовым призером Кубка Азиатских наций в Абу-Даби. Шахматы – это моя жизнь, самое главное. Моя профессия – нравится выигрывать, побеждать. То, что мы боремся, и если ты выиграешь, то понимаешь, что ты круче этого соперника своего, потому что у тебя мозг работает лучше. Одна из глобальных задач этой программы фонда – сделать обучение шахматами повсеместным в детских садах и школах Казахстана, что позволит в недалеком будущем пополнить ряды общества многосторонне развитыми, целеустремленными гражданами. Мы собираемся запускать в 2017 году пилотный проект «Шахматы в школе». Это очень масштабный проект, мы к нему сейчас готовимся, пишем книгу для детей, методички. Больше детей будут увлекаться шахматами не только на любительском уровне, но и профессионально. Также это поспособствует интеллектуальному развитию детей, логическому их мышлению, то есть всячески поможет и в учебе, и в жизни. Еще одна программа фонда – «Есеновские чтения». Это гостевые лекции в ведущих вузах Казахстана, которые ведут добившиеся успеха профессионалы, признанные специалисты, мастера своего дела. Они готовы делиться секретами успеха и опытом, мотивировать молодых на ежедневную работу над собой, заряжать их энергией, учить принимать ответственность за свою жизнь, на себя. Наличие приглашенных ораторов и возможность общения с представителями бизнеса и руководителями государственного сектора создает окно – окно для студентов, чтобы они могли увидеть, что происходит за пределами университетской среды. Программа позволяет студентам общаться с профессионалами сферы, которой они обучаются, расширять кругозор, развивать навыки и получать актуальные знания. В есеновских чтениях уже выступали член Лондонского Королевского общества, британский ученый Джеймс Джексон и чемпион Азии по пауэрлифтингу Валихан Тен, бизнесмен Андрей Астаков, специалист по бурению Тенгиз Шевройл Нурлан Кулшинбаев, испанский инноватор Анчо Перес и издатель Олег Хе и многие другие. И студенты проявляют большой интерес к разнообразию лекторов, направлений деятельности и тем лекций. В Казахстане аудитория очень активна, участвует в лекциях, задает много вопросов, очень хорошие вопросы, как практические, так и по теории. Студенты очень открытые, им любопытно знать, как все делается на практике или в других частях мира. Не каждый день удается попасть на интересную лекцию, а других способов узнать актуальную информацию из первых рук практически нет. Сегодня основной источник информации — интернет, а когда-то было принято учиться на книгах. В эпоху вот такой глобальной компьютеризации в интернете очень много различных статей. В этом можно так сильно заблудиться и потеряться, потому что на одну и ту же тему можно найти статьи-антагонисты, которые друг другу противоречат. Чтобы не заблудиться в этом, я вот всегда читаю только книги. Одна из программ фонда осуществляет издания и распространение научно-популярных книг в Казахстане. Книги о науке, лишенные сухого академизма. Книги, которые интересно читать. Вот что нужно современному человеку. Именно такие издания и предлагает фонд. Сборник афоризмов и высказываний великого физика Петра Капицы «Все простое правда» и книга казахстанского автора Бориса Стадничука «Сократ» уже стали бестселлерами. А «Другой ты» Валихана Тена, посвященная секретам здоровья и долголетия, вошла в список самых продаваемых онлайн-изданий. Это не просто показатель качества. Это знак доверия и интереса читателей. Книги, изданные фондом, можно найти почти в любом книжном магазине страны. То есть, получив эту книгу, прочитав, вооружив все эти знаниями, вы можете спокойно, с спокойной душой вотворить в жизни то, что вы там узнали. Валихан мечтает познакомить с практикой здорового образа жизни как можно большее количество людей. Он стал одним из организаторов благотворительного «Алматы-марафона», который за пять лет его проведения превратился в ежегодное яркое событие. Событие, ставшее символом города и привлекающее десятки тысяч участников каждый год. Чтобы провести столь масштабное мероприятие на достойном уровне, требуется слаженная работа множества людей, в том числе волонтеров. Более 500 волонтеров команды СОС оказали помощь в реализации большого проекта, большого мероприятия, как «Алматы-марафон». Здесь волонтеры оказывали помощь, начиная от регистрации участника, а также оказания медицинской помощи для бегунов. Координационный центр волонтеров команды СОС – еще один проект фонда, объединивший молодых людей, небезразличных к окружающим, и готовых действовать на благо общества. Наши волонтеры оказали помощь более 150 детям с особыми потребностями в рамках «Елки-желаний». То есть наши волонтеры проводили мероприятия, организовывали шоу-программы, а также поднимали настроение детям. И этот день был действительно волшебным. Волонтеры команды СОС оказали существенную помощь организаторам летнего спортивного лагеря для 70 детей с особыми потребностями, участников сборной страны «Спешал Олимпикс». Значение волонтерского движения трудно переоценить. Осознание того, что каждый может изменить чью-то и свою собственную жизнь к лучшему, окрыляет молодых людей. И мир, полный драгоценных мгновений, открывается им с новой стороны. И что приятно, это именно тот фонд, который закладывает будущее инновационного, научного рынка страны, вкладывая именно в человеческий потенциал, в развитие человеческого потенциала, в развитие молодежи, которые будут строить через 20-30 лет будущее этой страны. Когда мы создавали фонд, мы основывались на преемственности ценностей разных поколений. В свое время Шахмардан Есенов продолжил дело своего учителя Ханыша Сатпаева. Он много сделал для развития казахстанской науки. Сегодня фонд продолжает его дело, определив свою миссию, как развитие интеллектуального потенциала страны. Мы это делаем через поддержку молодых ученых и перспективных научных проектов. Одним из важнейших приоритетов – это патриотизм наших ребят и то, что они могут сделать для страны в будущем и уже сейчас. Студенты, прошедшие летние стажировки, учатся в солидных вузах, таких как Стэнфорд, МАЙТИ, Токийский технический университет, а специалисты информационных технологий набираются опыта в стартапах Силиконовой долины. Мы достигаем синергетического эффекта. Студенты продолжают свою научную работу, пошли в вузы, делятся своим опытом с ровесниками и мотивируют их заниматься наукой. Как говорил Абай, спокойно дремать, останавливаться на достигнутом нельзя. Мы всегда открыты к новым идеям, к новым предложениям. Нам есть куда стремиться, нам есть куда расти. Все участники программ фонда имени академика Шахмардана Исенова продолжают экспедицию, начатую много лет назад самим ученым. Студенты и преподаватели, волонтеры и шахматисты, все, кто выбрал служение науке и интеллекту, кто нашел себя в благотворительных проектах, участвуют в этой экспедиции, цель которой – развитие интеллектуального потенциала страны, каждого ее гражданина. Это кропотливая работа, требующая полной отдачи. Но лишь начав движение вперед, можно достичь мечты. Экспедиция продолжается, и мы приглашаем вас стать ее участниками.